Такого документа ждали давно. В Алтае Хронкультуре говорят, предыдущие варианты проекта охранных зон ограничивались территорией Спички. Заказчиком выступала компания МАЧ, владельцы которой Вене Ракшина и Надаршо не объясняли, без зон охраны не могут начать реставрацию этого исторического объекта. Но документу не везло, его никак не могли утвердить в федеральном Минкульте. Новый же документ прошел на УРАИ в Москве и на слушаниях в Барнауле. Может потому, что подход был комплексный, проект описывает практически весь исторический центр города, от Мамонтова до Гоголя, включая Демидовскую площадь, от Ленина до Радищева. Фактически документ описывает, где больше ничего нельзя строить, а где можно и как именно. Первое, мы определяем территорию, где мы проводим только реставрацию объектов. Второе, мы определяем территорию, зону регулирования застройки, в которой определяется плотность застройки, высотность застройки, какой объект мы можем разместить. Для отдельных участков оговаривается даже характер заборов, они должны быть прозрачными. Высадка деревьев, вплоть до того, каких пород и материалов для построек, теперь никакого сайдинга. Определяется даже архитектура, предпочтительно стилизация под старину и, конечно, высота. Страшный сон каждого любителя барновольской старины, что здесь, в историческом центре, вдруг появится очередная высотка, которая испортит весь окружающий вид. Успокоим таких людей. По новым правилам, здесь теперь не может появиться новое здание выше, скажем, здания филармонии, которое является высотной доминантой. А это около 14 метров. Самые высокие здания, до 20 метров, около 8 стандартных этажей, могут появиться рядом со Спартак-2. Это, уверенные разработчики, вид исторического центра не испортит. Документу предстоит утверждение в Минкульте, далее он отправится на подпись губернатору, после чего вступит в силу. Ждать этого уверенного охранкультуре недолго. Сразу после этого, скорее всего, разработают проект реставрации спички, а там и до реальных работ недалеко. Причем, как недавно рассказал архитектор Александр Деринг, собственники окончательно отказались от планов построить рядом с Сереброплавильным крупные торговые площади. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком.